Добрый вечер! В эфире программа «Я плюс спортлайф». Мы работаем в прямом эфире в студии Денис Муравьев и Светлана Доброхотова. Сегодня тема нашей передачи – приближающиеся матчи плей-офф. То, ради чего команды бьются на протяжении гладкого чемпионата. «Локомотив» уже обеспечил себе право участия в розыгрыше Кубка Гагарина и ждет своего оппонента. О перспективах железнодорожников в главной части сезона сегодня говорим вместе с нашими гостями. Наши сегодняшние гости слева направо – Андрей Тараканов, Вячеслав Марков и Роман Пряников. Добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер, коллеги! И первый же вопрос, который хотелось бы вам задать. «Локомотив» в этом сезоне готов завоевать Кубок Гагарина? Наверное, главный вывод, который мы можем сделать по итогам регулярного чемпионата – это то, что у нас есть команда. Команда с большой буквы, команда, которая способна решать большие задачи. И команда, у которой есть характер, самое главное. Характер есть. А учитывая то, что лазарет команды потихоньку пустеет, я знаю, что уже приступили к тренировкам. Кросковский, тот же Галимов, Картаев. Я думаю, нашей команде вполне по силам играть в финале Кубка Гагарина. А вы, Вячеслав, хорошо считаете? Финал не Кубок, конечно. Но специально перед эфиром посмотрел статистику. Опять же, Денис, с тобой мы уже обсуждали. По поводу домашних матчей, я так понимаю. Домашних матчей. Еще раз повторюсь и подчеркну, что очень важно, что мы начинаем дома, что преимущество своего цвета, своей площадки. И по статистике, я думаю, что все шансы есть. Все будет зависеть от парней. Если они пройдут эти матчи на том же уровне, которые прошли домашние матчи в этом сезоне, у нас там какая-то космическая статистика в районе 80%. Больше даже 80% выигрышей домашних матчей. Я думаю, что все шансы есть, но плей-офф – это плей-офф. Ром, у тебя были все-таки сомнения до эфира, когда мы общались здесь? Да, у меня некоторые сомнения есть. Ну, конечно, как болельщик своей команды переживаем, болеем. Мы хотим, чтобы команда вышла в финал, может быть, завоевала даже Куба Гагарина. А наконец-то Куба Гагарина, чтобы оказался на улице Гагарина. Но мне кажется, зависит от того, на кого мы попадем в первой стадии плей-офф. Вариантов очень много сейчас, вплоть не до того, что на Йокерит можем попасть, если они ряд игр проиграют. Но если мы попадаем, например, в первой стадии плей-офф на тот же СКА, то я думаю, что шансы очень сомнительные у нас, потому что все мы знаем, как СКА у нас, так сказать, тащат в плей-офф кубку, может быть, к второму кубку Гагарина. Ну, я вот здесь, кстати, с Ромой хотел бы поспорить. У нас, помнится, история со СКА-то была уже, да, и ничего, прошли. Проходили, Динамо проходили. Динамо проходили, играли в финале конференции. Я бы тут не стал бы так опасаться, что... Я понимаю, что да, есть какие-то там для питерцев привилегии, преференции дают. Но, ребят, все решается на площадке, там, две пятерки и одна шайба. И заждались, да, мы Кубка Гагарина. Да сейчас вообще, наверное, говорить о том, кто попадет в локомотиву на первой стадии плей-офф, учитывая плотно середине турнирной таблицы, Кубковой восьмерки, все равно что гадать на кофейной гуще. Я думаю, оптимальный вариант среди всех команд, это, наверное, хоккейный клуб Сочи. Попробую объяснить, почему все-таки... Не, Андрей, давай мы на кофейной гуще, да, погадаем чуть попозже. Предлагаю немножечко прерваться, да, сейчас, может быть, развенчать или, наоборот, подтвердить ваши слова, посмотреть небольшой сюжет, который мы подготовили специальный к эфиру. Поверен, вы поднимаете шайбу под бросок, ребята, красиво, чудесно! Победный гол Данила Палькова в матче с авангардом – отражение гладкого первенства. Расчерченная вдоль и поперек тренерским штабом игра ярославцев принесла успех команде в регулярном чемпионате. Железнодорожники забуксовали на старте. После локомотив встал на нужные рельсы и помчался с такой скоростью, что остановить наш коллектив смогли только на Урале спустя 14 игр. Чуть-чуть вот не хватило где-то свежести в завершении даже. Было много создано голевых моментов, но не забили. Этот компонент игры хромал у железнодорожников на протяжении чемпионата. Об этом не раз говорил на послематчевых пресс-конференциях и главный тренер команды Алексей Кудашов. Большинство – еще одна старая болезнь локомотива. По этому показателю ярославца аж на 18-м месте в КХЛ среди клубов-аутсайдеров сезона «Витязь» и «Югра». Мы хотели бы больше забивать, пока не получается. Мы работаем над этим, видим эту проблему, будем стараться ее исправить. Пока так получается. Да, мы знаем компоненты, которые надо улучшить. Надеюсь, что исправим. Одно не вызывает сомнений. Последний рубеж в плей-офф будет защищать Алексей Мурыгин. Страж ворот локомотива провел феноменальный сезон. Голкипер побил рекорд по продолжительности сухой серии и по количеству матчей на ноль в КХЛ. И заслужил вызов в национальную сборную России. Я не жалею. Я доволен тем, что вот так получилось. Такая засуха у меня. Подводя итог, локомотив, пожалуй, выдал лучший регулярный чемпионат за последние годы. Команда на протяжении регулярки боролась за первое место с московским ЦСКА. Правда, стоит отметить, что очные игры для железнодорожников заканчивались фиаско. И эта традиция длится уже не первый год. Еще свежи воспоминания последнего матча в столице и крылатые выражения в перерыве встречи защитника Ильи Горохова. Илья, ну что случилось? Что сегодня не так? Одним словом, фаталити. Впереди два заключительных домашних матча в регулярном чемпионате. Соперники – Загребский Медвещак и Слован. Независимо от результатов этих игр, локомотив останется на третьем месте на Западе. А вот кто встанет на пути железнодорожников в первом раунде плей-офф, пока неизвестно. Среди потенциальных конкурентов нашей команды пока значатся сразу четыре коллектива. Это хоккейный клуб «Сочи», московская «Динамо», питерский «СКА» и нижегородская «Торпеда». Мы больше уже готовимся, именно настраиваемся, отталкиваемся от своей игры. Это самое главное. Все аспекты надо улучшить. Игры, совершенства нет предела. Мы хотим стать чемпионами. Кульминация сезона не за горами. Первый матч в плей-офф железнодорожники проведут уже 21 февраля на арене 2000. Теперь остается надеяться, что сезон завершится только в конце апреля, а Кубок Гагарина доберется до одноименной улицы Ярославля. Роман Кассиян, Денис Муравьев, Владимир Литоновский. Специально для программы «Я плюс спортлайф». Хочется спросить, согласны ли вы, ребят, с тем, что «Локомотив» выдал лучший сезон за последний год? Цифры говорят об этом. То есть команда заняла второе место по набранным очкам, второе место по пропущенным, второе место по победам. Мы достаточно ровно провели регулярный чемпионат. У нас было три серии достаточно длинных победных, 13-матчевая серия победная. То есть сезон, я думаю, регулярную часть его мы можем занести себе в актив. Ну, я думаю, и уникальную серию Леши Мурыгина, которой 14 матчей, да, у нас он устроил. 13 матчей. 14 будет всероссийский рекорд. Да, если у нас еще есть два матча домашних. Я думаю, что у Алексея все шансы, опять же, все зависит от того, как наши ребята оборону отыграет. Я думаю, что серия запомнится. И вообще этот чемпионат начало, по крайней мере, гладкий, запомнится болельщикам надолго. Давно мы так не начинали. Ну, сезон не фаталити, да, как Илья Огорохов сказал, не считая матчей. Главное, чтобы плей-офф не стал фаталити. Да, и вообще сезон, мне кажется, что наконец-то вот в этой команде воплотилось то, о чем так долго говорит Юрий Николаевич Яковлев, что сплав молодости и опыта, наконец-то в этой команде мы видим очень ярко. Даже вот молодежное звено наше, очень здорово отыгравшее на чемпионате мира, молодежном, и которое за локомотив очень здорово смотрится и иногда показывает такую зрелищную игру, что просто все фанаты просто без ума от них. И взрослую, самое главное, игру. Но предлагаю погадать на кофейной гуще все-таки, кто попадется локомотиву в первом раунде плей-офф. С кем играть сложнее будет? Да, с кем сложнее всего? Всех сложнее, на мой взгляд, СКА, попробую объяснить почему. На мой взгляд, во-первых, команда по сумме индивидуального мастерства превосходит локомотив СКА. Все-таки линия нападения, составленная из звезд мирового уровня, все-таки повыше, чем у локомотива. Это первый момент. Второй момент, мне кажется, что СКА в плей-офф может поменять немного систему игру, не будет играть настолько безбашенный хоккей, сделает ставку на системную игру, на игру от обороны. Это мы уже видели в прошлом плей-офф, когда Быков игру СКА поменял кардинально. Ну и третий момент, это административный ресурс, это влияние на судейство, медиа-составляющие. За примером ходить далеко не надо. Та же игра в Питере, буквально на первом части чемпионата, который мы выиграли 3-0. Ну, судья нас буквально на свисток посадил, если вы помните. Здесь, да, согласен. Но я предлагаю посмотреть на таблицу все-таки первенства. Подсказывать нам, что ее не будет, но я думаю, все представляют, что локомотив на третьем месте и четыре соперника, которые могут нам попасться. Это СКА, Торпеда, Динамо и Йокери, кстати, тоже может потенциально быть соперником. Но Йокери должны проиграть питерскому СКА, во-первых, и еще, по-моему, у них игра с игрой. Так что да. Ну, что не совсем реально на самом деле. Ну, все может быть, теми предсказуем хоккей. Но на мой взгляд, лучше всего попасть на Сочи. Хотя последняя игра говорит об обратном. Ну, последняя игра не показатель, я думаю, что она вызвала удивление у многих. Но ребята просто, наверное, там, по-моему, у них какая-то была перед этим либо серия какая-то, либо они, по-моему, откуда-то приехали. И я вот чувствовал, мы с тобой опять же обсуждали на матче, да, что в Сочи в Сочи будет очень сложно. И я лично был уверен, что не выиграем эту игру. Ну, так оно и пошло. Попасть на Сочи – это оптимальный вариант. С коллегой соглашусь. Ну, мне также Динамо не очень нравится. Во-первых, принципиально наш соперник старый, регулярно мы с ним встречаемся в плей-офф. А мне Динамо, наоборот, нравится, например. Мне кажется, что оптимально было бы слеснуться с Динамо как раз-таки. Нравится как соперник? Нравится как соперник, и как, наверное, команда, с которой приятно было бы искрестнуться тому же Кудашову, тем же игрокам, возможности друг друга команды знают. В то же время у Динамо сменился главный тренер, да. Также мы знаем, что у Динамо были некоторые финансовые проблемы по ходу чемпионата. И, в принципе, это должно пойти на пользу игрокам «Локомотива». Тоже непонятно, какие состояния. Может быть, кто-то деморализован, у кого-то еще какие-то проблемы, кому-то недоплатили. Ну, если бы я выбирал между Динамо и Сочи, я бы все равно выбрал Сочи. Однозначно. Я бы тоже выбрал Сочи. И нам сейчас показывали кадры из этого матча. На ваш взгляд, кстати, Виталий Калесин говорил про Алексея Муругина, то, что он провел феноменальный сезон, подбил несколько рекордов. Что может произойти, что Алексей Муругин может немножко поплыть. Бывает такое в плей-офф. Виталий Колесник может справиться? Да, вполне. В принципе, его кубковый опыт – это опытный вратарь. Почему бы и нет? Если в первой части регулярного чемпионата он, в принципе, неплохо провел, то во второй части, да, у него были не очень матчи и хорошие матчи. В принципе, его опыт позволяет, я думаю. Но тот же матч в Сочи. Ну, Виталий – игрок опытный, не первый год в КХЛ играет. Я думаю, что на эти матчи он настроится, если не сам не сможет, его настроят. И я вообще уверен, что наша двойка вратарей, она, наверное, все-таки одна из лучших, если не сказать лучше, а сейчас, на данный момент, среди тех команд, которые выходят в плей-офф. Подкреплю это нашей обороной, которая, опять же, по показателю полезности у нас там... Вторая оборона. Вторая оборона, получается, во всей лиге. И очень бы хотелось, лично мое мнение, все-таки попасть на Сочи. Опять же, здесь и расстояние, и домашнее начало. Для сочинцев это будет, так скажем, первым испытанием, как команда. Я не говорю там про отдельных ребят, которые играли в плей-офф не один раз, да? Но именно как команда это для нее будет испытание. Ну, почему же? Команда, как принято называть, команда сбитых летчиков в Сочи, она тем и опасна, что людям есть что доказывать. Люди играли тоже в топ-клубах, люди, в принципе, знают вкус побед. И в то же время такой же молодой специалист у команды, да, Вячеслав Буцаев, который, в принципе, как мы видим, систему игры выстроил. И игроки в эту систему укладываются и показывают достаточно неплохие результаты, да? И мы, кстати, сейчас видим таблицу. Сочинцы на четвертом месте располагаются. Обратите внимание, сколько у них забито и сколько пропущено. Это говорит о том, что команда и сама играет, и другим командам дает играть. Они играют немножко, так скажем, несистемно, может, чуть по бразильской системе. Состав укомплектован опытными игроками, которых уже списали в других командах. Но я бы больше отметил третью графу «Локомотив» и пропущена 91 шайба всего. Это заслуга всей команды. На этот результат работали и полевые игроки, и вратари работали. Мы очень системно играли в этом году в обороне. Кудашеву удалось выстроить очень хорошую организованную оборону, где во главу угла ставится именно командная игра. Я бы здесь хотел продолжить. С защитой понятно, коллеги высказались. С вратарями тоже обсудили вопрос. Вопрос нападения. И самый страшный для меня вопрос – это вопрос реализации большинства ребят. Но так играть нельзя в большинстве. Опять же, в сюжете прозвучало, что 18-е место – это не тот результат, в котором стоит выходить в плей-офф. В продолжении темы у нас всего лишь 15% показателей. Это показатели, с которыми идти в плей-офф нельзя. Если мы хотим далеко пройти в плей-офф, то этот показатель нужно увеличивать. Это говорит о том, что гетто и мастерства нам не хватает, нашим нападающим. Я не думаю, что прямо в тренировочном процессе уделяли этому мало внимания. Между тем, если мы возьмем 13-матчевую победную серию, то на этом промежутке игр у нас показатель реализации численного преимущества был 23%. Тогда Кудашев использовал расстановку крест, что в чем-то, в принципе, опасно. В том плане, что он может нарваться на контратаку, но в то же время дает большое разнообразие тактического рисунка. Но Алексей Кудашев дает играть команде. Есть системность, есть строгость, но он дает играть… Ну, уже понятно, что игры плей-офф, они будут, по сути, от обороны. Ну, любая игра плей-офф, да, от печки у нас играется, выигрывает плей-офф обороны и вратарь, да, как мы знаем. Старая такая хоккейная истина. И уже, в принципе, понятно, что Локомотив так и будет играть, что, в принципе, в нападении один из самых сильнейших нападающих помочь не сможет. Вот этот Петри Кантиола, который травмирован и, который, вероятнее всего, не сможет помочь в плей-офф, может быть, выздоровеет, если мы пройдем какие-нибудь окончательные стадии. Но здесь стоит подумать. И такого вот лидера, который бы венчал атаки, я даже не знаю, кого можно было бы назвать. Давайте вот о лидерах как раз поговорим. От них будет? Вообще, как зависит игра? Будет ли плей-офф от них зависеть? Ну, конечно, в любой команде лидер должен быть лидер. Человек, который берет на себя игру в сложный момент. И в любой даже системной команде все время находился такой человек. Правильно? Мы помним «Динамо» системное, где Михаил Анисин феерил здорово, когда они выигрывали Куба Гагарина. Ну, все время есть человек, который берет на себя ответственность, забивает решающиеся с шайбы. Сейчас, да, у нас это Даниил Апальков. Да, мы видим красный экран. С другой стороны, пусть будет у нас команда звезда, а не команда звезд. Я предлагаю посмотреть статистику Даниила Апалькова. Нам, к сожалению, ее уже убрали. Помимо Апалькова, Кантиолы. Кто еще может взять на себя инициативу? Ну, давайте не будем забывать Аверина. Аверин, да. Аверин. Ну, что, ребята. Да, вот Даниил Апальков. Лучший сезон проводит. Лучший, да. Сезон 16 шайб, 26 передач. 42 очка. Ну, Даниил значительно прибавил за последний год. Даже в этом году он сделал значительный шаг вперед. Я думаю, это как раз тот хоккеист, про которого, можно говорить, мастерюшка. Но таких не так много. Старанием, да. Он, в принципе, как многие отмечают, да, эксперты, что Даниил, он, в принципе, не супер игрок по уровню мастерства. Но за счет своего старания, за счет где-то удачи, где-то вот кропотливого труда, он, в принципе, стал тем человеком, кого мы сейчас видим. И вот самый, да, Аверин, Андрей, перебью тебя, 34 очка. Наша первая, да, звена. Думаю, еще больше было бы у него, если бы не та трама, о которой так много говорили по ходу сезона, из-за которой он пропустил этап Евротура. Но Егор тоже, у него был неплохой отрезок, как раз во время этой 13-матчевой победной серии. Он тоже, в принципе, показывает достойный результат в этом сезоне. Но мы говорим в основном о трех игроках, хотя в команде их больше, и в том числе нападение. Кто сможет инициативу взять в случае, если играть не пойдет? Очень бы хотелось, чтобы у нас появились звезды, вот именно неприглашенные, да, чем отличался всегда локомотив, что мы всегда сами растили своих ребят, которые становились звездами, которые становились настоящими лидерами. И вот Даню вырастили, да, там сколько у нас он играет уже, Егор Аверин. И хотелось бы, чтобы те ребята, которые взяли на себя лидерство на чемпионате мира, той же молодежки, да, мы все смотрели, наблюдали. Ну, вот сейчас Таффана Кронова показали, да, тоже один из лидеров. Но я все-таки хочу сказать именно про наше молодежное звено. Вот уже Роман упоминал их. Они, ребята, они же действительно взяли на себя бремя лидерства в плей-офф, когда играли с американцами, когда Коршков гениально, я считаю, шайбу забил ракушкой. Они затащили, можно сказать, сборную. Да, они затащили сборную. И вот несмотря на то, что нам показывают всех вот этих ребят уже таких достаточно взрослых, но я уверен, что вот именно в этих плей-офф, вот именно в этой мясорубке, да, они зарождаются, появляются те лидеры, которые действительно начинают тащить команду. И очень хотелось бы мне верить, что этот плей-офф нам покажет, что это не просто наши мальчишки, они действительно уже возмужали, стали настоящими взрослыми. В команде настоящие мужики. Да. Но что делать с ЦСКА в таком случае? ЦСКА это вышкаленная команда, коллектив Дмитрия Квартального буквально сминает всех на своем пути. Если мы посмотрим на игру, то команда играет в вертикальный хоккей, играет очень системно, очень высокий прессинг использует. Квартального, кстати, готовит целенаправленно команду именно к плей-оффу. Он дает отдыхать лидерам. К тому же Радулова удал отдохнуть несколько игр по ходу чемпионата. Я думаю, если брать, конечно, то в западной конференции, как бы нам бы ни хотелось, все-таки главный фаворит это ЦСКА. Ну вот все-таки в регулярном чемпионате осталось еще два матча. Ставки на них какие-то есть? Как сыграем? Вот мы видим таблицу. Локомотив Медвежчак 16 февраля. Локомотив Слован 18-го. Да главная задача здесь одна. Подготовка. Подготовка, да. Чтобы ребята не травмировались. Да, чтобы травму никто не получил, не вылетел. У нас как бы очень бы не хотелось этого. Тем более от Локомотива уже практически ничего не зависит. Да, сейчас, ну в любом случае, хотелось бы, чтобы победили, но так вот ломаться не стоит. Потому что все-таки главная игра начнется в 21-й. И очень бы хотелось, чтобы это не было СКА или Динамо. Хотя, ну, покажет регулярно. Здесь трудно предугадать. Ну быстро, да, пролетела наша программа. Нам уже пора закругляться. Я напомню, что в студии у нас находились наши коллеги Андрей Тараканов, Вячеслав Марков и Роман Пряников. Далее не переключайтесь. Будут еще новостные события в регионе, которые подведут наши коллеги. В 22.00. Да, в 22.00. Это была программа Я плюс Спорт Лайф. В студии для вас работала Светлана Доброхотова и Денис Муравьев. Всего доброго. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»